Будет ли вторая волна коронавируса и насколько к ней готова республика? В парламенте Карачаево-Черкесии прошла встреча депутатов с министром здравоохранения Казимом Шамановым. Подробности в репортаже Руслана Джукаева. Сейчас, когда пандемия в Карачаево-Черкесии пошла на спад, и Минздрав, и Оперштаб подводят промежуточные итоги и строят планы на будущее с учётом прогнозирования второй волны, исходя из накопленного опыта. В первую очередь министр Казим Шаманов ответил на ряд вопросов, касающихся потребностей и обеспечения медицинских учреждений СИЗами, медикаментами и дезинфицирующими средствами. Он отметил, что в данный момент всего достаточно с запасом, и если даже появится дополнительная потребность, она будет удовлетворена. Алгоритм лечения данного заболевания и профилактики лечения один. Поэтому в данной ситуации тот опыт, который приобрели наши медработники с апреля месяца, начиная с которого работают, он бесценен. Они уже умеют принимать пациента. Они уже знают, что ожидать. Уже вот сейчас человек поступает, вроде у него 5-10%, врач уже принимает, говорит, что у тебя через неделю будет там вот так, вот так, вот так, вот так. Или наоборот, вот так, вот так, вот так. Министр отметил, что ситуация может быть осложена тем, что вторая волна, вероятно, совпадёт с периодом сезонных болезней, и врачам важно уметь отличать схожие по симптоматике заболевания. Один из главных вопросов – это кадровое обеспечение медучреждений. Однако, отметил министр, есть косяк медиков, который работал в течение этих месяцев в красной зоне, и на их счету сотни спасённых пациентов. Основным подспорьем для медицины – это является наличие эффективных лекарственных средств для лечения той или иной заболевания. Вот, вы знаете, алгоритм, это же моноинфекция, монозаболевание, коронавирусная инфекция, вызванная там штампом COVID-19. И алгоритм лечения её, практически с начала лечения один, просто дальше идёт симптоматическое лечение. Если присоединяется заболевание там сердца, там добавляются специальные, там нужен кардиолог. Это заболевание почек, почки. Министр подчеркнул, что в планах при необходимости развертывания лабораторий в Малокарачаевском и Зеленчукском районах, усиление Черкесской, а также увеличение мощности лабораторий, проводящих ПЦР. Почти в каждом районе республики у нас есть те врачи, которые отработали, и не только врачи, и средние, и младшие медперсоналы, которые отработали в наших ковидных госпиталях. И уже опыт есть. У нас, я вам скажу, очень большой пул медработников, которые с первого дня по сегодняшний день ещё работают. Подведя итоги встречи, министр здравоохранения подчеркнул, что очень большую роль в преодолении пиковой ситуации сыграла сплочённость республиканской власти, общественников, благотворителей, в том числе и депутатов парламента республики, которые взяли на себя и руководство рабочей группы при оперштабе, и объединение всех желающих помочь сложившейся ситуации. «Ничего нового придумывать не нужно. Давайте продолжим работать в этом ключе. Это будет самая лучшая помощь и Минздраву, и всем жителям республики», сказал Кожим Шаманов. Руслан Джукаев, Вести Карачаева, Черкесия.